В ходе подготовки к следующему отопительному сезону в столице региона продолжаются ремонт и модернизация теплосетей. Сейчас работы ведутся на многих участках. Сложные задачи предстоит выполнить и на улице Антонова-Овсеенко, в районе дома номер 80 по улице Ивана Булкина, в направлении движения к улице Авроры. Уже сегодня с 23.00 до 6 августа здесь начнут действовать ограничительные меры. В связи с этим схемы движения изменятся. До 30 июля трамвайные пути в указанные локации выведут из эксплуатации. В период производства ремонта для сохранения транспортного сообщения с 5.30 до 22.30 будут курсировать бесплатные автобусы. Они со всеми остановками проследуют по улице Антонова-Овсеенко – от остановки улицы Ивана Булкина до остановки улицы Ставропольская, находящейся на улице 22-го портсъезда. Интервал движения составит от 5 до 12 минут. С бесплатного автобуса можно будет пересесть на трамвай, либо с трамвая на автобус. Более подробная информация об изменении организации движения, в том числе городского пассажирского транспорта, размещена на официальном сайте администрации Самары. Мы когда готовились к этому переходу, основное у нас было, что подрядчик готов с точки зрения наличия трубы, лотков и так далее. То есть все материалы у него есть. Сейчас это готовность 100%. Скоро и в районе перекрестка улиц Нововокзальная и Фадеева подрядной организации предстоит вести работы на теплосети, проходящей через проезжую часть. Перекрытие будет полное двух полос. Там невозможно сделать так, как на Антонова Овсенька, то есть так, чтобы движение автомобильного транспорта оставить. Поэтому перекрываются улицы, будут полностью. Ситуацию обсудили из госавтоинспекции. В частности, пришли к решению о том, что выезды с дворовых территорий многоквартирных домов не перекроют. Жители смогут свободно выехать. В настоящее время эти и другие вопросы продолжают досконально прорабатывать. В профильном департаменте пояснили, что специально немного отсрочили работы на втором перекрестке, чтобы сначала возобновилось движение трамваев по улице Антонова Овсеенко. Руководитель департамента городского хозяйства также подчеркнул, что одновременные ограничения на столь важных локациях неприемлемы для горожан. Для этого и стараются минимизировать неудобства. Отметим также, что после всех вскрытий участков для перекладки теплотрасс предусмотрено восстановление благоустройства. Выполнение и этих работ будет находиться на контроле. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События.